Пока по всей стране освобождают и приводят в порядок подвалы и бомбоубежища, в доме на Салтовке его продали в частные руки. Именно так говорят жители дома по улице Салтовское шоссе. Сейчас во всех городах Украины все подвальные помещения, наоборот, освобождаются, проверяют. Будем надеяться, что в Харьков это беда не придет. По всему городу показывают телевидение, подвальные помещения проверяют, освобождают. А здесь сдали неизвестным людям его, и ведется строительство. Пристройка появилась в доме еще в июле. С того момента местные жители пытаются выяснить, кто что строит и на каком основании. Ведь речь идет о реконструкции высотного дома. Люди возмущены тем, что там будет в подвале, после того, когда здесь будет этот салон красоты, когда начнутся строительство непосредственно смещения внутренних стен. В данном конкретном случае мы знаем уже, что там снесена нижняя воздушная подушка между землей и полом. Жильцы дома уверяют, обращались уже во все инстанции, но прекратить опасное строительство не получается. Для того, чтобы не испытывать судьбу, пойдет не пойдет, всегда лучше не допускать такие вещи. Учитывая, что архитектура запретила, прекратила тут работу, но мы видим, что работы все-таки продолжаются. Это говорит о том, что есть уже отключение экспертов, которые говорят, что тут нельзя проводить те или иные работы. О конфликте в милиции уже знают. Говорят, проводится проверка. Правда, за полгода работы установить удалось немного. Во время проведения следственных действий было установлено лицо, которому принадлежит данное подвальное помещение, расположенное по Салтовскому шоссе 246. Документы на право владения данным подвальным помещением были предоставлены ЖЭКом. Ксерокопии у нас находятся в материале досудебного следствия. И сейчас проводится разбирательство, какие были основания для выделения данному человеку этого подвала в пользование и владение. А также имел ли этот человек обоснованные права на то, чтобы проводить строительство подобного плана. По факту строительства возбуждено уголовное дело, инкриминируемая статья – самоуправство. Если вина будет доказана, виновнику самовольного строительства грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительной работы сроком до двух лет, либо же арест на срок до трех месяцев. Ольга Калиниченко, Виталий Осьмачко, 057.UA